так ребят привет вот приехал такой вот рено логан это один из самых первых первой партии 2005 год красиво мотор помылся приезжайте ко мне мыть моторы вот самая лучшая реклама это внешне доказательства ну я во первых не заливал конкретно те узлы которые не стоит заливать это свечи катушки генераторы сигнализации блок разъемы и не то что за закрываю как бы не лью а конкретно туда и да и закрываю тоже вот катушки там всякие провода высоковольтные помывка то 250 рублей это за со средством так еще раз 2005 2005 шли с 2004 по 2012 год этот кузов машина с первой партии еще раз повторю 2005 год родная краска пробег 180 тысяч машина у одного хозяина самого нова сейчас посмотрим по кузовне как она себя чувствует в общем такие больные места по логанам крышка багажника неплохо себя чувствует смотрим все ничего здесь не откручивалось все водостоки все хорошо салон будет ставить собирать 180 тысяч она будет стоить по моему интересно так по аркам по задним болезненные места это здесь вот вот здесь у нас притертость была скорее все это тоже эхо притертости немножко запущено да вот если вовремя здесь резинка натирает здесь похоже камень попал здесь вот уже тупо время идет снутри вот эти места со всех четырех дверей вот так же вот весь вот водосток ржавеет его еще способствует ржавчине ответная часть вот она видно да концевика с той стороны он порвался и там металл об металл трется в общем так здесь вот коррозия но это из-за того что резинка поднатирает дверь полегает даже зажавел рейлинг дальше в принципе все неплохо передним крыльем нет нареканий никаких здесь все четко нигде ничего не берется крылья нас не снимались никогда капот не трогался не откручивался помыл мотор смотрим помытка мотор была сугубо профилактическая потому что течет сейчас датчик гидроусилителя вот из него гонит масло ищем место как угонит масло так ну попутного здесь все это лонжерончики помыли это нас хорошая комплектация правда с мотором 1.4 так но здесь кондиционеры есть здесь есть гор вот приятно конечно такой машине видеть как все выглядит лонжерончики и здесь также все целое лонжерончики моторный щит капотик чистенький крышки никогда не страгивались все целое заводское слетела наклейка можно будет на место и приклеить так по правой стороне передним крыльям нет вопросов дверям нет вопросов только по низам как же с вот этот шов немножечко больно место не на всех но тем не менее здесь видно да оголился концевик пластиковая часть торчит вот оно что делает здесь вот видно уже начинает оржавение смотрите ребят сколько места сзади да прям простор еще сиденье назад отодвинуты похоже до предела здесь у нас сзади механические стеклоподъемники ручек нету еще таких вот обшивка светленькая видно на все диван конечно широкий везде уплотнители такие так попереду также нету ручек вот здесь вот здесь уже электор и стекла вот здесь у нас кнопка кондиционера все как у всех сиденья ребят 180 тысяч заготовка под подогрев я так полагаю до подогрева здесь нету смотрите пассажирское сиденье пробеги 180 ковролин ремень что-то тут с ним я не знаю наверное просто не пользуются здесь у нас нет подушки подушка только одна в руле вот при этом я говорю еще раз кондиционер есть подстаканники все в принципе выглядит довольно таки чисто не зашоркано вот так вполне аккуратно но это потому что хозяин опрятный более-менее следит за машиной пластиковый ручник в таком состоянии балдашник коробки передач еще задней передачи как у всех машин обыкновенно здесь все штатно только начинает трескаться здесь немножечко здесь все остальным цело ручка вот так вот выглядит так руль руль по нему судить сложно потому что во первых он в оплетке во вторых видно там такой весь но скорее всего он будет весь такой там где его руки касаются здесь подушка у нас есть до 200 размечено все просто все обыкновенно бородачок кстати смотрите какой бородачок так пластик у нас обыкновенный грубый зеркало у нас с регистратором козыречки с зеркалом там без зеркала свет включается все работает больше источников свет здесь нету крыша грязненькая такая ну скорее всего просто закуренная здесь особо вот по пассажирском по водительскому сиденья пробег еще раз говорю сто восемьдесят тысяч сейчас я включу даже зажигание посмотрим вместе с вами бокариночка сейчас обойдем с той стороны посмотрим зеркала у нас простые механические регулировки что еще из интересного тут сейчас ладно давайте заведем посмотрим с левой стороны такой вид хороших кармана такие ну правда в карманах видны вот такие вот емкости ниши такие под крепление к дверной карте это как бы скапливает мусор видно вокруг них мусор это не есть хорошо все довольно таки просто обшивки довольно таки не выпирают нисколечко из-за этого создается ощущение довольно таки просторного здесь он грязненько немножечко вот так вот себя эти сиденья чувствуют ребята еще раз повторю сто восемьдесят тысяч пробега самый дешевый материал это какой-то дерматин или клеенка смотрите вот такая у него огород для вашей камри для вашей вот этой вот как она там дешевой кожито начальных бмв смотрите сто восемьдесят тысяч она в принципе начала трескаться еще не треснула полностью вот руль у нас здесь без регулировки корректор фары так как всегда грязь по педалям вступлений нету тормоз с глазом непонятно какой пробег ничего здесь не откручивалось следовательно здесь все в заводе будет и здесь все в заводе так сейчас попытаемся точнее не попытаемся а включим зажиганится вот у нас здесь есть такой компьютер маршрутный я не знаю зачем здесь нити накаливания это скорее всего сразу закладные для дизельных модификаций вот включаем зажигание смотрим пробег здесь будет либо так а нажать на кнопочку на сигнализации не покажу какую вот сто семьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре километра так вот машина себя чувствует наш регистратор показывает что у нас капот открыт в принципе в принципе я сейчас проехался вполне собранный нормальный подвеск все хорошо работает конец еще четко в принципе сейчас я капот закрою можно уезжать будет все с валют по логом ну 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 ну